Всем привет! Сегодня я постараюсь как можно сильнее бафнуть... Такой это уровень был? Что-то я, блин, забыл. Забыл. Бласт процессинг. Да ё-моё. 17-й. В этом видео я постараюсь как можно сильнее бафнуть 17-й официальный левел Бласт процессинг. Я думаю, не будем долго тянуть и сразу же перейдём в редактор. Самый обычный уровень. И теперь я буду бафать. Итак, начнём с того, что можно для начала удалить вот эти вот шестерёнки маленькие. Ну или передвинуть пока что куда-нибудь. И поставить шестерёнки вот такие побольше. Я не знаю насчёт... Я не уверен... Возможно... Я не знаю, возможно ли их будет перепрыгнуть, но сейчас мы это проверим. Да, это даже легко, поэтому их можно ещё поднять. Вот. Уже посложнее. Даже, наверное, можно поднять ещё вот так вот на одну. Этот батут, я думаю, можно заменить на фиолетовый и поставить какой-нибудь орб с таймингом где-нибудь тут. Уже неплохо получается. Пока что мне нравится. Вот тут вот можно поставить такой маленький шип и сделать на этих орбах небольшие тайминги. Сейчас как-нибудь вот так вот шестерёнки поставим здесь. Ну а здесь можно просто сделать тройной шип и передвинуть немножко вот так вот их. Пока что очень даже это всё легко проходить. Так, вот тут я даже не знаю, что мне сделать. Можно вот эту шестерёнку, наверное, опустить как-нибудь. Вот так вот, может быть, попробовать сделать что-то такое. Можно сюда поставить как-нибудь вот так вот ещё шестерёнку. Ну и вторую такую же, думаю, можно сюда куда-нибудь поставить. Так, сюда можно добавить шестерёнку. И куда-нибудь вот сюда вот. А эту стрелку придётся убрать. Обязательно проверяем, возможно ли это. А то вдруг я сделаю что-то невозможное. Что-то как-то... Ну вроде бы пока что всё не так уж и сложно. Давайте поднимем. Хотя нет, наверное. Поставим здесь вот такие вот шипы. Так, пока что вроде бы неплохо получается. Продолжаем бафать. А, ну тут в принципе можно такую же вот большую шестерёнку поставить. Вместо такой маленькой... Тут можно поставить такой маленький шип. Так, тут добавим шестерёнку. И вот над этим орбом можно добавить шестерёнку тоже. И вот над этой конструкцией тоже можно добавить такую шестерёнку. Вот я сейчас вспомнил, в прошлом видео я называл их крутилками. В этом видео я называю их шестерёнками. Как я их буду называть в следующем видео? Пока что очень даже неплохо. Здесь тоже сделаем тройной шип. Так, ну и мы с вами дошли до самого интересного. Это волна. Я думаю, что в принципе и так очевидно, что здесь я сделаю просто уже проход. Вот проходы можно сделать такие. Можно было сделать такие, но это будет не очень красиво выглядеть. Поэтому сделаем такие. Да и в принципе, наверное, нормально такие вполне себе проходы. Это можно сюда подвинуть. Ну и конечно же всё это надо задекорировать. Как же без этого? Я сейчас понял, что это слишком легко. Поэтому, наверное, придётся ставить сюда шип. Вот по краям этих блоков поставим сейчас здесь шипы. Вот так вот как-нибудь, думаю, будет посложнее уже. Всё-таки я хочу до экстрим демона бафнуть, а не до изи демона. Поэтому надо делать всё как можно сложнее. Я думаю, что это и так понятно. Сюда, я думаю, можно поставить каких-нибудь вот таких вот шестерёнок. И давайте сделаем здесь портал уменьшения. Вот он. Как-нибудь вот так вот поставим. Да, вот это вот в начале, конечно, жёсткий момент. Вот этот. Лично для меня тут надо прям отпустить в нужный момент. Вот, как сейчас. Ну и дальше, конечно же, надо было умереть, да. Так, удалось мне дойти вот до этого момента. Здесь, наверное, уже можно портал уменьшения ставить. И раз уж мы поставили портал уменьшения, то вот эти шестерёнки можно чуть-чуть подвинуть. Ну вот тут, в принципе, я уже знаю, что можно сделать. Поставить вот такие вот шестерёнки небольшие. Ну, как сказать, небольшие. Поставим здесь такую вот шестерёночку. Здесь и здесь. Вообще, насколько я помню, это называется пила вроде бы. А я тут что-то придумываю, какие-то шестерёнки, крутилки. Ну ладно, какая разница вообще? Так, наконец-то я закончил с этой волной. Теперь можно приступать к кораблику. Ну, здесь всё просто. Я думал, просто берём и ставим сюда шипы. Ну и можно, в принципе, сделать маленький самолётик. Всё-таки до сих пор продолжаю говорить «самолётик». Хотя это «кораблик» вроде бы называется. А я всё равно говорю «самолётик». Я не знаю, почему я как когда начинал играть и говорил «самолётик», так и сейчас продолжаю периодически говорить «самолётик». Да, вот так вот. Не забываем передвигать старт-посс всё время. Здесь поставим розовый батут, потом зелёный орб как-нибудь. Что-нибудь, короче, придумаем интересное. Нет, плохая это всё-таки была идея. Так, с шариком мы почти закончили. Остались вот эти вот два орба, которые можно сделать с небольшими вот такими вот таймингами. Не может быть стоит поставить куда-нибудь сюда портал увеличения. Наконец-то я дошёл до второй волны. Сейчас будем бафать её. Ну вот, я её бафнул, собственно говоря, за исключением вот этих вот двух. Ну или не двух, но вот этих вот проходов. Вот здесь вот я ещё ничего не сделал. Но сейчас вот как раз-таки этим и займёмся. Ну и вот тут вот дальше её вот до конца сделал. И здесь две больших шестерёнки поставил. А сейчас будем делать вот эти вот проходы. Я думаю, что сюда можно поставить, наверное, шестерёнки. Вот такие вот, если это шестерёнки. Короче, пилы поставим. Сделаем их ещё разного размера. Сделаем поменьше вот такую вот. Так, ещё можно добавить вот сюда вот таких вот огромных шипов, наверное. Ну да, в принципе, мне нравится. Очень даже неплохо получилось. Продолжим тогда бафать вот с этого куба. Тут я уже немного сделал. Конечно же, как же без таймингов. Вот здесь вот можно, наверное, накопировать вот этих вот. Вот этих вот пил. И поставить как-нибудь так вот. Ну вот что-то такое. Да, неплохо. Да и что ж такое? Сколько можно здесь умирать? Я не выдержал, простите. Так, возвращаемся, значит, сюда. К счастью, я ничего не сломал. Как я вообще мог пройти этот тайминг? Я не понимаю. Что это такое? А вот что это было, я вот этого не понял, если честно, сейчас. Наконец-то я бафнул кубик. Теперь можно переходить уже к тарелке. На ней, я думаю, сделаю побольше таймингов. Мне кажется, для тарелки тайминги подходят очень хорошо. Так, я думаю, можно сюда поставить всяких вот таких вот орбов. Как-нибудь вот так вот. Я бафнул начало тарелки. Давайте попробуем его пройти. Так, я кое-как там бафнул и прошел это. Теперь делаю вот эту вот часть. Тарелку я полностью бафнул. Она теперь нереально сложная. Но все равно я это проходить, честно, не буду. Так что мне-то пофиг. Так, вот здесь вот, я думаю, можно понаставить порталов. В принципе, наверное, нормально. Здесь можно поставить такой малюсенький шип. Можно, в принципе, поставить сюда вот такую вот крутилку. Так, я уже дошел до кораблика вот этого вот, который почти что самый последний. Ну, сейчас мы его по-быстренькому доделаем. Вроде бы кораблик тоже у нас готов. И остался последний парт с кубиком. Сейчас я его бафну. И уже скоро вы сможете посмотреть на готовый результат. Вот тут вначале я добавил вот такой тройной шип. Потом идет большая шестеренка. Потом идет большая пила. Затем здесь тайминги на арбах. Опять тройной шип. И вот такой маленький шипик. Потом я добавил здесь такой маленький шип. Здесь небольшой тайминг. И потом вот этот вот мемори парт я тоже немножечко бафнул. Что ж, уровень я наконец-таки доделал. И, конечно же, я его не буду проходить по-честному. Потому что не собираюсь его никуда выкладывать. Ну и, как вы поняли, я буду проходить со спидхаком его. Потом просто ускорю. И вы посмотрите полное прохождение. Уровень полностью возможный. То есть, но клип здесь не понадобится. Так что, в принципе, его возможно пройти без спидхака. Но я этого делать не буду. Потому что мне, ну как бы, лень. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok